Попутчик Попутчик Ну вот, ваша задача сегодня Объяснить мне и нашим зрителям В чем плюсы и в чем есть Возможные минусы Да? То есть давайте будем откровенны Потому что минусы наверняка есть И я призываю вас их не скрывать Но прежде чем вот мы начнем беседу Давайте посмотрим сюжет наших корреспондентов Об особенностях аренды автомобиля В нашей стране Национальные особенности аренды Транспортных средств в России Которым наши соотечественники арендуют машины Весьма интересны Если в большинстве западных государств Арендованный автомобиль используется Как правило для временного перемещения По городу в деловых командировках Или для повседневных поездок на работу То российская практика аренды Куда разнообразнее Например, встреча делового партнера В аэропорту на машине бизнес-класса При полном отсутствии необходимости Содержать такой автомобиль За счет средств собственной фирмы Значительное количество отечественных прокатных компаний Компания имеет также в своем парке лимузины Специально для обслуживания свадебных торжеств И праздничных мероприятий За рубежом подобными заказами Занимаются только компании По организации свадеб Бесспорно, что чисто российским изобретением Является желание клиента Использовать услугу по аренде автомобиля Для пробных поездок В этом случае арендатор проводит Своеобразный тест-драйв Действительно сложно определиться С выбором машины в автосалоне Во время короткой поездки Под руководством менеджера А вот если арендовать автомобиль Возраст которого От одного до трех лет И покататься на нем пару дней Все его достоинства и недостатки Станут очевидными потенциальному покупателю Решение взять автомобиль Для поездки на рыбалку Или в автотур Тоже можно назвать Российской особенностью Часто так поступают и те Кто имеет собственный автомобиль Но просто желает его подбирать Сегодня аренда автомобиля в России Становится все более востребованной услугой Пусть относительно медленно Но верно расширяющий рынок транспортных услуг В нашей стране Итак, уважаемые гости Правда ли, что вот эта услуга Аренда автомобилей В нашей стране становится популярной и не популярной? Да Это правда От одного года к другому Все увеличивается И увеличится количество клиентов Которые хотят воспользоваться этой услугой Кто-то даже уже не приобретает автомобиль А берет его в прокат Становится постоянным клиентом Кто-то берет машину здесь в стране Кто-то берет машину за рубежом Конечно Напрямую Успех деятельности прокатной компании в России Зависит от роста турпотока В нашу страну Поэтому Чем популярнее наша страна У зарубежных туристов Тем больше клиентов у прокатных компаний Катя, ваша компания Она, скажем так, локализована на Москву Вот то, о чем говорит Виктор Обращаются ли к вам иностранцы Или, скажем, ваши клиенты Это москвичи И те, кто приезжают Действительно по делам в Москву Ну, в основном это москвичи Даже так? Да А что же ими движет? Экономия на своем автомобиле Или что? Ну, не все же Каждый день пользуются машинами Действительно Чтобы не покупать машину Можно ее взять в прокат Сейчас достаточно демократичные цены То есть можно взять эконом-класс Они начинают от 1300 Рублей в сутки Да, в сутки Действительно приемлемая цена Причем машины Они в хорошем виде Не более двух лет С пробегами Наверное до 100 тысяч километров В целом хорошие машины Действительно То есть значит ли это, что Компании по аренде автомобилей Следят за своим транспортом За своим парком Безусловно, конечно То есть это техосмотры Это гарантийное обслуживание И прочее, 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 прочее Ну, конкретно наши Ну и другие международные компании Они действуют в рамках Договора франчайзинга Они У них Есть четкие Абсолютно рамки Какой должен был быть автомобиль Какие в нем должны быть опции И До какого максимального километража Они должны использоваться Как правило Это Два-три года Не Больше 60 тысяч километров Вот Естественно Все техническое обслуживание Проводится только В авторизованных Дилерских центрах Потому что Это поддерживает гарантию Ну и плюс Все машины, естественно Застрахованы У аккредитованных В России Страховщиков Вот Поэтому У международных игроков У клиента Практически нет шансов Нарваться на Какую-то Да, наверное, даже нету Нарваться на машину Которая Которая некачественная Которая Необслуженная Которая старая Которая не отвечает Никаким требованиям Это практически исключено А у нас, Катя? То есть вы тех же условий Придерживаетесь? Да Мы стараемся, конечно Следовать Европейским стандартам У нас Машины тоже Все в хорошем качестве Действительно Мы стараемся По гарантии Все Менять Если какая-то есть Поломка То есть вы ее устраняете И это уже не головная боль Того человека Который пришел к вам И взял LOS в аренду автомобиля Абсолютно нет С чего начинается Аренда автомобиля На ваш взгляд На что нужно обратить внимание При аренде автомобиля Мне интересен ваш взгляд Как взгляд специалистов При аренде автомобиля Задержем? Или при аренде автомобиля Давайте у нас Давайте вначале у нас Потому что Это, наверное, интересно Потому что Не так много Еще наших людей Позволяют себе Может быть бояться Может быть Для них это дорого По разным причинам Но давайте поговорим Про территорию России — Прокатные компании сейчас достаточно высокотехнологичные. Сайты всех этих компаний находятся в интернете. Поэтому первое, что нужно сделать будущему клиенту, это зайти на сайт компании и прочесть всю интересующую его информацию. — Если он едет за рубеж, также он сможет на сайте компании прочесть правила аренды в той или иной стране. Правила. Они могут отличаться. Есть несколько особенностей по поводу оплаты, по поводу возраста, по поводу... — Давайте. По поводу возраста, наверное, начнем по порядку. Каков минимальный возраст водителя должен быть у нас в стране? То есть тому человеку, которому вы отдадите свой автомобиль. — У нас 21 год. Если машина дорогая, в некоторых случаях 25. Но, как правило, 99% — это 21 год. И один год стажа минимум. — То есть человек уже тогда имеет полное право взять в аренду автомобиль. — Да, но у нас немножко другие правила. Эконом-класса машину можно взять с 21 года. И стаж вождения должен быть не менее двух лет. — Не менее двух лет, да? — Да. Если машина выше класса, например, бизнес либо люкс, то не менее, по-моему, трех лет. — Понятно. То есть вот я выбираю, я подхожу по всем своим данным для аренды автомобиля, и я выбираю тот автомобиль, который мне нужен. Может ли быть такое, что в результате я не получу того, на какую картинку я нажал? — Заходя на сайт той или иной компании, вы прочтете информацию, на каких условиях она представляет вам данный автомобиль. — Конкретно по нашей компании, по другим международным игрокам могу сказать, что большинство действует исходя из акрис-кодов. Акрис-кода — это когда прокатная компания вам подтверждает класс автомобиля. — То есть не марку, не модель, а класс автомобиля. — Не марку, не модель, а класс автомобиля. То есть эконом-класс на автомате, компакт-класс на механике. Просто у компании нет возможности именно под вас держать именно конкретный автомобиль. И если просто весь парк наполнить одной и той же моделью, это просто будет неинтересно клиентам. — Давайте послушаем нашего зрителя. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. — Меня зовут Ольга. — Да, Ольга. — Скажите, пожалуйста, вот я взяла автомобиль в аренду и совершила на ней ДТП. — Понятно. То есть чем им это ДТП грозит, да? — Мне это ДТП грозит, и что вообще будет мне? Или как я должна выплачивать? Какую сумму? Или там, например, краеша после страховки? — Все понятно. Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос понятен. Вы немножко предвосхитили. Я хотел этот вопрос задать чуть позже. Ну, коль уж позвонил наш зритель, давайте уважим. Я взял в аренду машину. Случилось ДТП. По моей вине. Что происходит? — Возьмем, опять же, Россию. — Да. Ну, понятно. Вызывая ГАИ. — Россию. Это, безусловно, то есть страховка действует только если вы соблюли два правила. Ну, это везде и во всем мире. Это оформить ДТП и быть естественно трезвым. — Это главное. Что нужно сделать? Остальное зависит от того, какой пакет услуг вы купили, беря в аренду автомобиль. Это может быть страховка с франшизой, это может быть страховка с уменьшенной франшизой. — Что такое франшиза? Поясните, пожалуйста. — Франшиза — это та сумма, которую вы, безусловно, платите в случае ДТП. Виноваты вы, невиноваты. В любом случае, вы компенсируете эту сумму. — То есть, такое своего рода каска такая, да? — Это не... — Ну, то есть, я плачу эту франшизу, и тогда я абсолютно успокоен. Виноват я, невиноват. Главное, чтобы я был трезв и составил схему ДТП. — Вы платите эту франшизу только если попали в ДТП. Все машины застрахованы. В любом случае, все, которые вы берете. Если вы берете машину в аренду с минимальным пакетом, она все равно застрахована. Но если вы не берете расширенную страховку, при ДТП с вас снимается франшиза. Если вы купите суперстраховку, то есть никаких франшиз нет, вы дополнительно оплачиваете какие-то денежки при аренде автомобиля, и вам остается только просто оформить ДТП. Никаких дополнительных платежей с вас не взимается. — Катя, бывали ли случаи в вашей практике, когда человек не брал эту франшизу, то есть не брал гарантию на ДТП, и потом ему приходилось выплачивать свои деньги? — Дело в том, что у нас залог является франшизой. — Да. — Ну, бывают случаи, когда человек, если не соберет справки, то да, мы, конечно же, удерживаем этот залог. — Каков может быть залог? — Ну, в зависимости от класса автомобиля. — Ну, от-от. Вот так можно? Можете вспомнить? — Ну, к примеру, эконом класса от 6 тысяч, ну и, наверное, заканчивая, если люкс уже разбирать как конечный результат, то где-то 50 тысяч. — На время аренды? — Ну, это залог, да, являющийся франшизой. — Да, то есть вне зависимости от того, езжу я день или я беру ее на месяц. — Ну да, но если вы не попали ни в какое ДТП, то, конечно же, мы вам возвращаем эту сумму. — То есть и такая же практика у зарубежных компаний? — На территории России или за рубежом? — На территории России, мы пока говорим про Россию. — На территории России, конкретно нашей компании, от 8 тысяч рублей до 24 тысяч рублей. И мы не работаем с наличными средствами, поэтому данный депозит, он замораживается на период аренды на карточке клиента, которая обязательно должна быть, наверное, у вас был уже такой вопрос, обязательно должна быть имбассирована. То есть не электрон и не маэстро. Такая вот практика. Если дешевая машина, достаточно одной такой карточки. Если машина дорогая, нужно две. — То есть эти деньги вы замораживаете на банковской карточке. — Да. — Если ничего не происходит, то я возвращаю вам автомобиль, и вы эту сумму на моей карте разблокируете. — Вы вернули автомобиль, мы только тогда сняли с вас стоимость аренды и разморозили ваш депозит, которым вы можете в дальнейшем пользоваться на ваше усмотрение. — Обращаясь к вопросу нашей телезрительницы, вот скажите, значит, получается, что франшиза — это вот те самые деньги, которые замораживаются на случай ДТП, либо по моей вине, либо не по моей вине. Такой залог. — Это залог, но это не совсем франшиза. Франшизу могут с вас снять, могут нет. И вы можете вообще застраховаться от франшизы. Это депозит от всяких непредвиденных случаев. Вы можете вернуть машину в темное время суток, грязную, с неполным баком. Как-то прокатная компания должна себе возмещать эти убытки. А с этого депозита будет снята стоимость бензина, стоимость мойки, ну и не дай бог, если под слоем грязи окажется какое-то повреждение. Ну, это бывает достаточно редко. — Скажите, значит, получается, карта, я выбираю автомобиль, мне дают не обязательно тот, на чью картинку я кликнул, и мне дают похуже, того же класса, эконом-класса, или мини-класса, или бизнес-класса, люкс-класса. И я получаю подобный автомобиль. — Да, вы получаете автомобиль такой категории. Либо компания делает вам апгрейд. Если нет такой машины, она обязана вам предоставить машину лучшего класса. — Куда я могу из Москвы на этом автомобиле уехать? — По территории России можете проехать. — То есть пробег неограничен? — Пробег ограничен, лимитирован в сутки у нас 250 составляет. Не знаю, как в других компаниях, у нас 250. — Так. — Можете выехать за границу, нужно будет расширение просто докупить. В день, по-моему, 300 рублей стоит. — То есть я могу на машине, взятой в Москве, уехать в Прибалтику, в Финляндию, в Белоруссию, в Польшу и так далее? — Да, но вам нужно будет доплатить перепробег за сутки. То есть если вы берете машину на двое суток, и вы превысили 500 километров, если совокупность 500 километров, то вам нужно будет следующий километраж доплатить. — Есть еще один звоночек. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? И ваш вопрос... — Меня зовут Алексей. — Да, Алексей. — Подскажите, пожалуйста, вот вы обсуждаете вопрос с франшизой сейчас. Если, допустим, на машину, ну, ВТП, оно само по себе может произойти, да? Если машина попал камушек, лобовое стекло, то я должен буду возместить это все из франшизы? Как вот в таких ситуациях нужно действовать? — Спасибо. И еще, да, я знаю, что в европейских странах, там, где очень много горных дорог и серпантинов, там еще очень внимательно следят за качеством колес, да, качеством резины. Там еще каким-то образом придираются и к этому. Дескать, если вы там на большой скорости делали эти повороты-развороты по серпантинам, сжигали эту резину, то потом могут выставить вам счет. — Ну да, такое бывает, но очень редко. — А по поводу стекла? — По поводу стекла. — Вылетел камень от переди идущей машины? — Есть специальная страховка, если хотите себя застраховать от всех камней и от повреждений шин. Есть специальная страховка, которая стоит небольших денег, и у вас уже голова об этом не болит. — Хорошо, если вот мне попал камень в стекло, должен ли я вызывать сотрудника ГАИ? — Нет, конечно. — Нет? — Все стеклянные элементы на машине, в том числе фары, поворотники, задние фонари, заднее стекло, боковые стекла, все не требует оформления. Единственное исключение — это люк. Но, как правило, камнем в люк не попадает. Просто так не дорого. — Кто-то, может быть, знаете, подобрать их душевно. — Скажите, насколько отличаются правила бронирования автомобиля у нас в России от правил за рубежом? Там же такая система. Тоже есть сайт, я захожу, я выбираю, я расплачиваюсь, по сути дела, приезжаю туда до точки начала аренды, и все. — В нашем случае не отличается ничем, потому что мы действуем по единым стандартам качества во всем мире. Сейчас появится возможность у наших клиентов оплачивать аренду по России прямо на российском сайте. Там будет вся информация написана как раз. И у них уже сейчас есть возможность оплачивать эту аренду здесь, чтобы там есть языковой барьер. Могут возникать еще какие-то проблемы, могут оплатить эту аренду здесь. То есть даже с этими трудностями они там не будут сталкиваться. Им достаточно будет просто приехать, показать свой паспорт, права, и получить ключики, и спокойненько ездить отдыхать на своей машине. — По поводу прав мы поговорим отдельно. Давайте посмотрим опрос, который сделали наши корреспонденты. Они спросили у столичных водителей, доводилось ли им брать в аренду автомобиль. Давайте посмотрим. — Да, конечно. — А где, когда? — Ну, здесь, в Москве, снимала аренду. Когда, например, мою машину ремонтируют, я беру в аренду. За границей всегда пользуюсь арендованной машиной. — Очень давно, пару раз. — Пользовался раньше давно. Сейчас на своем автомобиле. — Нет, аренду у меня. — Когда пользовался. — А где, когда, почему? — Когда сдавал свой в ремонт и брал в аренду. — За границей, да. Здесь нет. Здесь своя собственность. — Где, когда, как, почему? — Года три назад машина была в длительном ремонте. На десять дней брал машину. — А, да. — Где, когда? — Не в России. — Да. — А когда, где, почему? — В Украине. На отдыхе с местными номерами. — Да, конечно, пользовался. И, в принципе, достаточно очень удобно, так как, чтобы не сидеть в отеле, очень удобно взять автомобиль и поехать по всему погрежу, там, скупаться, позагорать. — Вот видите, вот что, на что я хочу обратить ваше внимание, что очень многие берут машину на время, когда их машина находится в ремонте, да, либо они на какое-то время остались, либо продают без машины. — Вы как-то отслеживаете, спрашиваете у людей, по какой причине вы берете машину? Или, скажем, вас не интересует, вот вы заплатили, вот вам машина, вот вам ключи, и все. — Ну, мы очень вежливы с клиентами. Обычно они нам сами рассказывают, почему они берут машину. У нас, к примеру, девушка недавно брала машину и рассказывала то, что влетела в ДТП, и поэтому она берет машину. Ну, либо очень пожилые люди любят рассказать, зачем и куда они берут машину. — А вот куда берут пожилые люди, расскажи, поделитесь, если это не секрет. — Пожилые не берут обычно там на дачу, в деревню, куда они ездят, куда-то за город, видимо, им нужно там перемещаться в течение этого времени. Берут машины. — Вы тоже спрашиваете или не спрашиваете у людей? Или также такие же доброжелательные клиенты, что они рассказывают вам, по какой причине я беру автомобиль здесь? — Ну, мало того, что, естественно, наши диспетчерские службы, наши менеджеры спрашивают, откуда они о нас узнали, по причине берете автомобиль, а что бы вы хотели изменить в нашем сервисе. У нас еще договора с достаточно большим количеством дилерских центров и техническими службами, которые как раз и занимаются тоже. Одна из их функций — это предоставить подменный автомобиль человеку, у которого что-то случилось с машиной. Как правило, это гарантийный ремонт. То есть он завод-изготовитель, должен предоставить на период гарантийного ремонта автомобиль в подмену. И нам звонят, мы подгоняем эту машину к дилерскому центру, и человек уже спокойненько уезжает на другом, новеньком, а может, даже лучшем автомобиле от тех центра. И не так жалеет, что его автомобиль сломался. Я хочу предложить нашим зрителям ответить на наш интерактив, да, в нем поучаствовать. Вопрос задает следующий. Выгодно ли пользоваться арендованным автомобилем? Как вы считаете? Да? Нет? Нет. Только за рубежом или дешевле же на такси? Или, скажем, для вас эта услуга очень дорога? А в конце программы подведем итоги, а гости наши прокомментируют ваши ответы, точнее их результаты. О правах поговорим. Какие права нужно человеку... Я вначале Катю спрошу. Для аренды в России, в Москве. То есть вот обычные права. То есть значит ли это, что вы знакомы со всеми видами прав иностранных туристов? Да, у нас берут иностранные туристы. Я бы не сказала, что так часто. Все-таки мы на российском рынке. И по большей части берут люди из России. Ну то есть иностранцам вы тоже предоставляете авто? Предоставляем, да. То есть без проблем абсолютно. Конечно же, в слуху и безопасности отправим запрос. Если да, да, отлично. Если нет, нет. Что у вас происходит? Какие нужны права человеку, вы берущему в аренду авто, за рубежом? За рубежом. В каких странах, потом еще попрошу ответить еще один на один вопрос, наши права не признают, а нужны вот эти, эта книжечка, длинные международные права? Я совершенно случайно с тобой взял такие права. Покажу. Может быть не все наши видели телезрители. Вот так выглядит международное водительское удостоверение. Но что меня больше всего смутило и рассмешило, когда я такие получил, это вот их, это вот их огромная-огромная многостраничность. Так вот расскажите, пожалуйста, Виктор, какие права годятся и не годятся за рубежом? На самом деле этот вопрос, он, наверное, в рейтинге первый. Так, ну вот отвечайте тогда на первый вопрос. В рейтинге первый. Для того, чтобы взять машину за рубежом, как правило, достаточно обычных российских прав, которые вы здесь получили, но по правилам международных арендных компаний у вас должны быть права международного образца. Поэтому, чтобы вы были застрахованы полностью от данной проблемы, вам нужно получить вот такое вот международное водительское удостоверение и взять свое удостоверение в страну посещения. Это международное водительское удостоверение соответствует конвенции 68-го года. Там уже очень много, очень много стран подписалось под этой конвенцией. Вся Европа и большинство стран, которые вы хотите посетить, с удовольствием... Если кто не знает, не видел из наших телезрителей, посмотрите, вот так они выглядят. Да-да-да. Очень редкий случай, когда отказывают. Очень редкий. Но может быть, что я с обыкновенными правами могу не получить автомобиль. Да, может быть такое. Это зависит от конкретного сотрудника, который стоит на стойке выдачи автомобиля. Если он молодой, только прошел аттестацию, только выучил все правила работы прокатной компании, он всего боится, он, конечно, вам не выдаст машину, на которой не продублированы ваши имя, ваши права, ваши категории на латинском языке. На последних наших правах, насколько я помню, это не продублировано. Поэтому лучше путешествовать и брать машину с международными правами. Я вас уверяю, что получить их в данный момент не составляет большого труда. Ну вот я поделюсь своим опытом. Я их получал достаточно давно, это было лет 5 назад. Они действуют, по-моему, там всего год, да? Три года. Три года. Три года. Вот тогда, по-моему, они действовали всего год. Я заплатил за них 600 рублей, вот за эту корочку. И, в общем, я их получил в течение, наверное, полутора-двух часов. Вы давно их получали? Я получил эти права в прошлом году. Сколько вы заплатили? Было ли много мороки? Стоят они 1 тысячу рублей. Получил я их за 30 минут. Пришел с фотографией, с медицинской справкой, с моими правами, с заграничным паспортом. Простым паспортом сдал все эти документы и получил их через 30 минут. То есть, в общем-то, вы рекомендуете эти права приобрести и иметь при себе? Обязательно. Если вы пользуетесь услугами проката, чтобы уже не было никакой головной боли, лучше их всегда брать с собой. Но на некоторых пунктах проката их отодвигают и берут ваши. Что странно. Так что... Вам... Спокой, спокой, не спокой не будешь, что называется. Да, да, да. Вы спокой не будете, чтобы вообще уже ничего вас не беспокоило. Скажите, вот многих интересует, могу ли я взять, скажем, машину в одном городе, а вернуть ее в другом, что касается вас, сказать. Вот могу я взять в Москве, а, скажем, оставить ее в Нижнем Новгороде? Ну, безусловно, можете, но эта услуга будет слишком дорогая. Я думаю, что лучше, конечно, будет вернуться на машине обратно. Дело в том, что нужно будет вызвать нашего сотрудника. Который поедет туда и перегонит ее. Который поедет туда, пригонит обратно. Опять же, это бензин, километраж, услуги самого сотрудника, время. Проще действительно приехать обратно. Там, где взял, туда, туда, туда на место и поставь. А что вы скажете, Виктор? По поводу российского проката или за рубежом? Ну, по поводу российского, я так понимаю, что схема, наверное, такая, да, что, наверное, это очень дорого и, наверное, невыгодно. Вы знаете, довольно часто спрашивают такую услугу. Она, конечно, не дешевая, но она довольно востребованная. Но иногда, что интересно, нам нужно переправить автомобили в другую нашу источку локации, в другой наш офис, допустим, на юг. Тогда мы вывешиваем спецпредложение. Бесплатно берете машину в Москве, сдаете. Но вы же хитрите, вы же хитрите, правильно? Ну, и нам приятно, и клиенту приятно. Он платит за обычную аренду и не платит за... За возвращение обратно ее сюда. За возвращение обратно ее сюда. Что за рубежом происходит? За рубежом... Это распространено повсеместно. Эта услуга называется OneWay. Она везде стоит по-разному. Самая дешевая эта услуга, иногда даже совершенно бесплатная, она в Германии. Самая дорогая, я точно не скажу где, но она не стоит баснословных денег. Тем более, если вы берете машину обычную, среднестатистическую, не какую-то кабриолет, автобус, лакшери, машину, которая привязана к определенному пункту проката, а которая может мигрировать между станциями. И эта услуга обходится намного дешевле, если вы машину оставляете в пункте проката, но в одной и той же стороне. Понятно. Катя, по поводу дополнительного оборудования, можно ли у вас взять, ну, для Москвы совершенно необходимость, человек сюда приехал впервые, там, или первый раз садится за руль по Москве, это навигатор, да, чтобы там показывал ему улицу, показывал ему все пробки, предположим, детское кресло или какое-то еще дополнительное оборудование? Да, детское кресло у нас, безусловно, есть, так как многие люди все-таки берут машину, и у них есть дети, конечно, у нас услуга такая есть, и предоставляется она бесплатно. А, то есть кресло я могу попросить, и мне его... Ну, если это краткосрочная аренда, то да. То есть вы даете детское кресло? Да. Ну, в зависимости от возраста ребенка и, естественно, его веса. Навигатор? Навигатор, конечно же, тоже можно заказать такую услугу, по-моему, она стоит в месяц 250 рублей. То есть... Ну, это небольшие деньги. Небольшие деньги. Да. То есть загрузка карт России и Европы. Ну, также можно взять боксы. Тоже они рублей 170 стоят в месяц. Поясните, что такое боксы. Ну, это багажник на крышу. Да. То есть тоже рублей 170 в месяц стоит. Совсем демократичные цены, поэтому считаем, что приемлемым. Ну, приемлемые цены. Что у вас, Виктор? Я так вот... Москва-мир, Москва-мир. Ну, в принципе, набор тот же самый, только мы недавно внедрили совсем новую вещь. Это Wi-Fi в автомобиле. Wi-Fi в автомобиле... Это в каком же классе, расскажите? В любом. Вы берете его так же, как навигатор. Навигатор для наших российских уважаемых клиентов. Навигатор на английском языке для наших уважаемых гостей. Интернет для всех. Wi-Fi для всех российских наших клиентов. Также наши клиенты, которые арендуют машину за рубежом, они очень часто сталкиваются с проблемой, что им нужен интернет. Они не знают, сколько у них денег снимут за интернет, которые... Ну, да, да, да. Мобильные. Которым они пользуются за рубежом. Поэтому они здесь у нас могут арендовать Wi-Fi в автомобиле за рубежом. Насколько это дорого? Вы знаете, я конкретно не скажу сейчас вам по стоимости. Но это не сумасшедшие цифры? Это никак... Это не как с симки нашего оператора, а потом приходят баснословные... Нет, это в десятки раз дешевле. Это абсолютно известная сумма ежедневных ваших трат на... То есть это тоже все прописано в документе? Это все прописано в договоре, да. Вы берете и спокойненько с этим роутером Wi-Fi едете за рубеж. Там вы его используете. У вас конкретная плата в день за... Ну, как правило, это безлимитные тарифы. Вот. И потом вы возвращаетесь сюда. Это вот новая опция. Плюс наш горнолыжный кластер развивается семимильными шагами, поэтому у нас вы можете взять крепление для лыж. Это Сочи, естественно. Да, надо было понять, да. Это крепление для сноубордов. Вот. И багажники на крышу. Вот такие дополнительные опции. Ну, это все... Это приемлемые деньги. Вот те деньги, которые говорит Катя. Да, это приемлемые деньги. Более того, допустим, навигатор, я вам точно по сумме не скажу, но взимается плата за первые 3 или 5 дней использования, а потом все остальное время, сколько бы вы его не использовали, это бесплатно. Да. Скажите, вот по поводу штрафов, да. Мы говорили о ДТП, кто выплачивает, кто не выплачивает. Что происходит со штрафами за границей? Штрафы за рубежом. Они, понятно, они в разы отличаются от наших. Есть очень дорогие, есть просто баснословные. Есть в некоторых странах даже поменьше, чем у нас. Кто платит за мои нарушения? Я нарушил, кто платит? За рубежом, когда вы берете машину, вы расписываетесь либо на экране электронном, естественно, не считая все эти правила, потому что это займет очень много времени на родном вам языке. А может быть, и мало времени. Я не знаю, насколько вы знаете, где язык. И там есть пункт, что вы разрешаете передать полиции ваши данные, в случае, если вы нарушили правила дорожного движения. Как правило, баснословные штрафы становятся только после того, как вы их не платите. С первого раза, со второго, с третьего. Они увеличатся в арифметической прогрессии. Но возьмем обычный среднестатический штраф за превышение скорости. Да, конечно. Вы нарушили скоростной режим, допустим, в Италии. Вас зафиксировала камера слежения. Полиция пробивает номер автомобиля, узнает, что он принадлежит прокатной компании, и узнает у прокатной компании, кто в это время сидел за рулем. Это называется администрирование штрафа. Допустим, в Италии оно стоит один штраф 45 евро, 46 евро. Это плата, которую берет Талия на прокатной компании за предоставление этих данных полиции. Затем полиция на адрес, который вы оставили, когда брали машину в аренду, отправляет вам штраф со всеми реквизитами, со ссылками в интернет, как вы и где можете все это благополучно заплатить. И взятки гладкие. А если я не плачу? Если вы не платите, вам повторно пришлют. Я повторно не плачу. Тогда штраф начнет увеличиться в архитектической прогрессии. И чем это может закончиться? В конце концов, это, конечно, очень редкий случай, потом штраф становится просто очень большой. Ну, был 50 долларов, стал 3000, понимаете? Да. Вот, это через очень долгий промежуток времени. Потом, по законам этой страны, в каждой стране это по-разному, могут возникнуть проблемы с получением визы на въезд в данную страну. А если это шенгенское соглашение, то я могу не получить въезда в шенгенскую зону. Так ли это? Да, но это не зависит от прокатных компаний. Тут уже это ваше отношение... За органами внутренних дел данной конкретной страны. Вот как ответили наши телезрители, точнее, нет, наши телезрители, группе канала Автоплюс ВКонтакте, да, все эти интернет. Они считают, 12 человек, это 7,5%, считают, что выгодно брать автомобиль в аренду. 50 человек считают, 31%, что невыгодно брать автомобиль в аренду. За рубежом берут автомобиль 49,9%. 79 человек, а 19 человек, это 12%, считают, что дешевле такси. У нас 28, наши телезрители ответили, 28 да, 17 нет, 44 за рубежом, и 11 считают, что такси дешевле. Ну, вот, все равно получается, что все-таки большая аудитория берет машину за рубежом. Мы ее оставим, да, потому что не все могут себе позволить туда выехать. Нет, не считают, не могут еще наши граждане брать автомобиль. Вот в чем причина, на ваш взгляд? Ну, скорее всего, просто незнакомы еще с этим рынком, и считают, что он недоступен. На самом деле он доступен. И машины, они не разбитые какие-то ведра, а действительно хорошие машины по достаточно низким ценам. И поэтому мы призываем все-таки, наверное, брать машины по таким демократичным ценам. То есть это происходит от неведения, от незнания, от недостаточной информировки? Я считаю, что действительно это так. Ваше мнение, Виктор. Ну, мое мнение, что данный бизнес еще довольно молодой, но тут совокупность, наверное, очень многих факторов. Ну, возьмем, допустим, мегаполис, наш мегаполис, в котором только сейчас достаточно сильно развивается система общественного транспорта, строятся новые дороги. Но, тем не менее, люди стоят в огромных пробках на своих автомобилях. За рубежом люди спокойненько... Они уже отстоялись, эти пробки, я вас уверяю. Они спокойно пользуются общественным транспортом, даже не имея собственного автомобиля. А когда им надо, они спокойно идут в прокатную компанию, берут машину и едут. То есть это очень часто у людей за рубежом. Нету, в принципе, своего собственного автомобиля. Они всегда его берут в аренду. Ну, может быть, наступят те самые времена, когда и мы доживем до такой ментальности европейской, когда будем понимать, что, в общем, наверное, и не нужно. Я сяду на автобус, доеду или на велосипед, да, о чем многие мечтают, доеду до работы, а только на выходные буду брать автомобиль в аренду. Уважаемые гости, спасибо вам большое за участие в программе. От себя добавлю, что действительно автомобиль в прокате вещь очень удобная. И если вы в отпуске берете автомобиль в прокат, то, поверьте, впечатления от этого отпуска самые незабываемые. Будьте здоровы и хороших вам попутчиков. Спасибо за просмотр.